Всем привет! На прошлой неделе мы поехали на остров Чечу, но не отдыхать, мы поехали работать. Дело в том, что я уже неоднократно говорила пару раз, наверное, в своих видео, что моя дочка является здесь девочкой-моделью, и поэтому нас из компании пригласили провести съёмки на острове Чечу. Если вы знаете, остров Чечу — это такой экзотический остров на юге Кореи, и его здесь называют корейскими гавайями. Вообще на этот остров приезжают молодожёны в основном, ну и, конечно же, другие люди, но в принципе, молодожёны приезжают именно для проведения своего медового месяца. Среди корейцев это очень популярно, и остров очень хороший в этом плане, в нём такая инфраструктура уже довольно-таки развитая, и с каждым годом развивается всё лучше и лучше. Ну и, конечно же, там интересные есть музеи такого тематического направления, которые были бы интересны для молодожёнов. А так, мы поехали на остров, было много довольно-таки туристов, несмотря на происшествия, и меня, конечно, это немножко удивило, я думала, будет самолёт пустой, но самолёт был полный. У нас был небольшой такой самолёт, не международный, а вот именно на местных авиалиниях используются такие небольшие аэрбусы, не знаю, как их назвать. В общем, ладно, небольшой самолёт, и, в общем, бомб был полный. И рейсы идут регулярно. Вот, туда мы ехали на Ти-Вэй, это компания корейская, если не ошибаюсь, и обратно мы ехали на Чен-Эйр. Вот. В общем, приехали туда, там была погода намного теплее, чем здесь. Ну, где-то на градусов, градусов на 4-5, может быть. Ну, немножко теплее, чем в Сеуле, как мне показалось. Ну, и, конечно же, теплее, чем в Инчоне. В Инчоне, Инчон, он ближе, как бы, к морю, и, естественно, тут более прохладно, чем даже в самом Сеуле. Вот. Туда мы приехали, к сожалению, много путешествовать не получилось, как я планировала. Я думаю, вообще, мы проведём, ну, может быть, часа 2-3 съёмок, да, в день. Поехали на 3 дня, на 3 дня и 2 ночи. Но получилось так, что планы мои не оправдались. Мы продерживались планов той компании. Ну, естественно, кто платит, заказывает музыку. А вот во все музеи, как бы, которые я хотела, мы не попали, но немножко посмотрели. Так что под этим видео я покажу вам несколько видео, которые я всё-таки сняла. Ну, из-за того, что это место было, как бы, остров был давно желанным в моём списке путешественника, то хоть немножко, ну, я, как бы, посмотрела и чем осталась очень довольна. Остров мне очень понравился тем, что, когда сразу вот выходишь из аэропорта, сразу такая тропическая вот атмосфера, везде пальмы, и вот думаешь, что ты попала куда-нибудь в Таиланд, там, блин, на Филиппины. В общем, совершенно, вот, первые впечатления не похожи на остальную Корею. Вот, и, в принципе, такое... Вот эти пальмы, они прям, как бы, с этим жарким воздухом, как сказать, прям, ну, вот, навеяли, как окунулась, прям, да, окунулась вот эта атмосфера такую, атмосферу отдыха, атмосферу такого экзотического места. Вот. Чем, конечно, я была очень довольна, потому что, оставаясь, как бы, в Корее, буквально просто сделав перелёт в течение часа, обратно, кстати, мы ехали в течение 45 минут, туда дорога была в течение часа. Вот. То есть, не выходя, как бы, за пределы Кореи, немножко, так, получилось нам отдохнуть, и очень даже неплохо, несмотря на то, что у нас был, в принципе, рабочий график. Но, как говорят, любая семейная обстановка – это уже отдых, так что, получилось, в принципе, неплохо. Вот. Мои первые впечатления касательно острова. Остров мне показался не таким, как бы, шумным, не таким динамичным, как Сьюген Чон. И в первое время, как бы, первые часа два-три, мне вообще показалось, что, ну, немножко, как бы, такой, такой провинциальный уклад жизни и так далее. Но потом, через некоторое время, я всё-таки отбросила эти мысли, потому что ты приезжаешь отдыхать, тебе все эти небоскрёбы, вся эта шумиха, в принципе, не нужна. Ты пришла, как раз-таки, отдохнуться от этого. И поэтому я уже посмотрела на остров другими глазами, и особенно, когда вот эти дедушки-харабан, все такие каменные дедушки, сделанные из лавы, везде они так стоят, да и эти пальмы обалденные, то, конечно же, мне сразу так хотелось отдыхать на море, купаться и так далее. Вот. В общем, остров живёт своей жизнью, и на острове очень много туристов, как сказал наш гид, на острове очень много китайцев, оказывается. Вообще иностранцев много, но я, если честно, белых иностранцев не видела, ну, мало видела. Были они? Они были, но их было мало по сравнению с китайцами и японцами. Вот. И вообще наш Никита, вот водитель, водитель наш сказал, что, оказывается, на острове китайцы сейчас скупают недвижимость, в надежде о том, что в дальнейшем цена на них возрастёт. Ну, и вообще, в принципе, Корея динамично развивается, и любой вклад в экономику окупится в течение буквально, может, нескольких лет. Вот. С учётом того, что как сам остров развивается, привлекает много-много туристов, так и, в принципе, экономика Кореи в целом. Она, как бы, поселяет надежды, так скажем. Вот. И, значит, на острове очень много таких рыболовных мероприятий, так скажем. Ну, ладно, сейчас не об этом. В общем, ладно. На острове мы занимались съёмками. Вот. Ездили на море. Там, в общем, был такой обалденный пляж, очень-очень красивый, с очень чистой водой. Планировали ехать также на остров Удо, но поскольку мы нашли побережье поближе, то решили на Удо не ехать. Это был как раз последний день, как раз мы планировали. Но последний день мы решили как раз уделить немножко достопримечательности. А так, ещё мы делали съёмки, кроме острова, кроме побережья, в ботаническом саду Йомиджи. Йомиджи тоже очень такой большой ботанический сад. О нём тоже будет видео ниже, позже. И в лесу, в лесу Сарёни, лес Сарёни. Очень такое, как бы, хорошее место, располагает в медитации. Несмотря на то, что там был народ, то есть народ приезжал на машинах или там на автобусах, но тем не менее лес огромный такой. И в нём, как бы, можно было уединиться спокойно. В принципе, даже входя вглубь леса, там, ну, птички поют, да, везде. Особенно папоротники вот под этими кедрами. Очень как-то необычно такое. Чувствуется какое-то вот единение с природой. В общем, очень понравилось. Вот. В общем, ладно. Несмотря на то, что мы поехали как бы работать, но немножко отдохнуть всё-таки получилось. И на обратном пути уже мы заехали в сувенирную лавочку. Большой сувенирный магазин Jeju Outlet. В общем, и я купила небольшие сувениры и хотела вам показать, что, в принципе, можно купить на острове Jeju. Там на видео снимать не разрешили, но я сделала ещё видео в другом сувенирном магазине, поэтому это видео тоже вам покажу, чтобы вы примерно знали, что можно купить на острове Jeju. Так. Основной достопримечательностью острова является дедушка Харабан. Вот. Этот дедушка мелькает у нас повсюду. Вот. Вот я купила в такой вот коробочке вот такого хрустального дедушку. Вот он такой. Очень такой симпатичный. Можно... У него здесь внизу есть наклеечка. Нужно будет отодрать эту верхнюю плёночку. И можно приклеить на машину, либо куда-нибудь на поверхность, где он будет бросаться в глаза. Очень такой симпатичный дедушка. Были, конечно, и в другом исполнении образа данного дедушки Харабан. Он был вырезан из камня, из лавы. И, по-моему, там были ещё глиняные. Но вот этот самый такой миниатюрный и самый такой симпатичный мне показалось. И поэтому я несколько что-то взяла на подарки, на сувениры. И себе один оставила. Вот. Кстати, он стоит 5000 вон. Затем остров Чечу славится своими мандаринами. Остров Чечу славится своими мандаринами. И грейпфрутами. А также одним из видов грейпфрутов, нет, одним из видов циверусовых, является вот халабо. Вот такой. Я купила на подарки. Кстати, его сбор идёт, начинается где-то в конце года, где-то в декабре, в конце ноября, в декабре. И в это время, если вы поедете на остров, можно будет такую коробку из 12 штук, там 3 килограмма, купить буквально за 10 тысяч вон. То есть это буквально за 10 долларов. Сейчас уже как бы прошло 5 месяцев, поэтому сейчас уже цена, конечно, повысилась. Вот такая коробка из 3 килограмм. Вот такая коробка из 3 килограмм. Она стоит сейчас 30 тысяч вон. И сейчас я вам покажу. Вот так выглядит сам фрукт. Вот такой. Очень вкусный. Называется халабо. Вот с такой у него шейкой. В общем, дети очень его любят. Он очень понравился. Он совершенно не кислый. Он такой сладкий, такой с оранжевой мякостью. Очень-очень вкусно. Так что, если вы поедете на остров, то рекомендую вам, конечно, если вам позволяет это сделать груз, то можете купить. Вот. Дальше. На острове очень много кактусов. Немного? Ну, встречается. Вот. И, значит, делать вот такой шкаут из кактусов. Вот, значит, вот из цветов кактуса, да, там по пластинкам, пластинками оно располагается. Значит, верхний слой и нижний слой это тёмный шоколад, да, и, значит, посерединке вот этот сиреневый. Это как раз-таки цветы вот этого кактуса. Вот. Данная, данная вот прослойка кактусовая, да, она изготавливается сублимационным методом. Вот. И там суть этого метода заключается в том, чтобы в замороженном виде превратить в порошок данные цветы кактуса, да, и высушить. А потом из этих высушенного порошка, да, из этих высушенных цветов потом уже изготовить, смешать с сахаром, да, изготовить вот такую пасту. И, в общем, изготавливается шоколад. Здесь 285 грамм, 1545 калорий. Это вот оборотная сторона изготавливается, если покупать отдельно, четыре вида, и, значит, из мандаринов, да, из кактуса, из зелёного чая, из халабом, который я сейчас только что показывала. Значит, выглядит вот так. Открывается, там такие прямоугольнички с этим шоколадом. Шоколад вкусный, очень сладкий. Вот. Да. Эта коробочка стоит 10 тысяч вон. Вот. Ещё я покупала также на подарки вот такие коробочки большие, они уже по 15 тысяч вон. И, значит, здесь у нас 416 грамм, 1909 килокалорий. это уже ассорти, то есть здесь у нас имеется, значит, из мандарина, да, из кактуса, затем из зелёного чая и вот из халабон. Харабан, халабон, тихо лет так. Да. И вот, опять же, фриз-драйн, да, то есть та же система изготовления вот этой прослойки, да, вот пасты. Они вот шоколадки сами цветные. Вот. Кстати, да, если хотите информацию, вот здесь информация вот на этом сайте будет доступна. Я, правда, не проверяла этот сайт, но вот так выглядит сама так выглядит упаковочка с описаниями на корейском и японском языках. Ну, и английском, да. Вот. Данный шоколад можно купить только на острове Чеджу. Вот так. Ого. Вот. И, значит, открываю вот пакетик, он вот такой маленький. И вот там вот такая шоколадка. сверху, значит, зеленый чай, да, и вот здесь на обороте уже идет как бы подложка из темного шоколада. Шоколад очень вкусный. Вот. Так что рекомендую. Вот. еще, кстати, купила на острове вот такой браслетик 12 тысяч вон. Но, в принципе, цена на эти вещи по всей Корее примерно одинаковая. Там плюс-минус, но, в принципе, нормально, одинаково. Вот. Кстати, данные коробки с цитрусом, халабон, да, и с шоколадом я прямо там, в этом аутлете попросила упаковать, и они мне уже прислали по почте, потому что это все, как бы, я взяла несколько штук всего, да, поэтому для родных. И было, конечно, бы очень тяжело, если бы я брала с собой. Но, по Корее, не знаю, возможно ли международная доставка. Но, по Корее, возможно. Буквально очень быстро пришло. Вот мы в пятницу около пяти вечера закупили все эти вещи, и сразу же у нас в шейсе был самолет, то есть рейс был, да. Естественно, я была с ребенком, это невозможно было бы с собой тащить, поскольку у нас еще был груз в наш вещи, да. И поэтому я попросила, чтобы они, как бы, сделали доставку. Доставка такая же, как по всей Корее, то есть недорого. Пять тысяч вон, там, по-моему, в независимости от веса. Вот. То есть, ну, такая же, как, в принципе, если бы я отправлялась, допустим, в Сеул, да. Вот. Доставили очень быстро, большое спасибо Корейской почтовой службе, потому что они рабы, как часы. Очень-очень четко. Вот мы, если в пятницу купили вечером, да, это суббота, не рабочий день, воскресенье, не рабочий день. И в понедельник, утром в одиннадцать, я уже получаю свои купленные вещи. То есть, в субботу, воскресенье, они всё это доставили. Конечно, очень... Тут надо было, конечно, спеть Оду, Корейской почтовой службе. Вот. Но это уже другая тема, как-нибудь в другой раз. Сейчас я усиленно занимаюсь корейским языком, поэтому пока не забыла свои свежие впечатления, решила сделать видео, потому что потом, как засяду за свое обучение в свободное время, то уже на видео, конечно, времени не останется. Что делать? Так. Да. В принципе, всё. Про ботанический сет я рассказала немножко. То есть, ботанический сет его мечи довольно-таки большой, довольно-таки интересный. В нем мы проводили съемки. Несмотря на это, несмотря на то, что там даже не было кабины для переодевания, но мы так приготовили небольшой такой тент. И, в общем, было очень удобно. Хотя, конечно, народ смотрел. Всем было интересно. Вот. Ну, ничего. Вот. В общем, путешествие плюс работа удалось. Всё это удалось. Всё это было хорошо организовано со стороны компании. Да. У нас был водитель. Водитель нас возил повсюду. Его рабочий день с 9 до 6 вечера. В день ему платили 100 тысяч вон. То есть, по корейским меркам это очень, ну, довольно-таки дёшево. На острове, как мне сказала одна из владелица пансионата, вот, она говорит, что обычно водители за этот промежуток времени с 9 утра до 6 вечера берут в среднем 130 тысяч вон. Ну, за 100 тысяч вон они вот так договорились. В принципе, очень даже хорошо. Вот. Конечно, в Сеуле или в таких городах около Сеула за такую цену конечно нереально. Имея собственного водителя можно куда угодно ездить, не зависит от транспорта и очень сильно экономить время и, конечно же, силы. Вот. В общем, если вы собираетесь ехать на остров Чечу, не сомневайтесь, багажа много не нужно, остров довольно-таки развит. Если что-то вам нужно будет купить, то можно будет это сделать буквально в любой лавочке. Вот. В принципе, впечатления у меня от острова остаются очень хорошие. Я бы с удовольствием еще туда вернулась, потому что осталось очень много чего посмотреть. Как я уже говорила, остров с каждым годом становится все более и более привлекательным для туриста, потому что открывается все новое и новые музеи. И, естественно, каждый год или хотя бы, допустим, для жителей Кореи раз в два года посетить остров, ну, я считаю, необходимо. Просто хотя бы развеяться. Вот. Наше путешествие было в течение трех дней, двух ночей очень как бы на позитиве, вернулись домой, несмотря на то, что были уставшие. Вот. Ну, вот и все. Пока на этом. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok